Коснули нам мы, как всегда, в это время, в этой рубрике... Да, добрый день. Привет. Здравствуйте. Ну что, сразу к темам, да? Давай. И сразу к неандертальцам. В Сибири. В Сибири, да. Что-то интересное опять обнаружили, видимо, ученые. Ну, обнаружили ничего-то нового, но, по крайней мере, есть данные нашего института... Ну, у нас много. Институтов, вообще, да. Институты этнологии, археологии, все правильно, значит, проводили работы на алтаре. И в одной из пещер, в Чагырской пещере, которая расположена на юго-западе Алтайского края, были найдены остатки... Ну, они давно уже были найдены, точнее, остатки, будем так говорить, деятельности неандертальцев. А теперь найдены еще частично остатки самих жителей, и плюс много орудий и всего прочего. Так вот, там целых три новости было опубликовано о том, что, значит, мало того, что неандертальцы пришли к нам в Сибирь значительно раньше, чем предполагалось ранее, потому что до этого было вообще... Ну, как бы изначально, когда думали о неандертальцах, то говорили о том, что они вообще европейские исключительно жители, там, ну, может быть, доходили до... Передней Азии, да, Центральной Азии, там, где-то под Волгоградом находили, значит, неандертальские стоянки. А потом вот нашли на Алтае, и в том числе и в Денисовой пещере, о которой мы раньше говорили. А это уже другие, соответственно, их стоянки, и обнаружили, что вот порядка... датируются все эти находки порядка, там, от 30 до... Точнее, наоборот, от 60 до 30 тысяч лет назад. И, соответственно, здесь жили группы неандертальцев небольшими семьями. Скорее всего, они, то есть, как раз небольшой семьей кочевали далеко, так, до Сибири. И вот они здесь проживали, занимались охотой, потому что в остатках найдены следы разделки шкур животных, в частности, бизонов, которых они там же... Что нам это дало? Нам это дало новое знание о том, что древние люди, наши родственники, непрямые предки, сюда тоже приходили, жили. Мало того, они занимались охотой. Жили костры. Найден, да, найден остаток костра, что также очень интересно, потому что раньше, ранее считалось, что неандертальцы мало пользовались огнем. Ну, особенно для того, чтобы... Причем, этот костер, скорее всего, носит какие-то ритуальные цели, а не не готовили... Для шашлыка. Да, да, да. И мало того, нашли небольшой кристалл... Горного хрусталя. Да, горного хрусталя, который не имел никакой функциональной ценности. Любовались они. Да, это было украшение, то есть для красоты. Мы уже говорили о том, что ранее в эпоху Мустье уже были найдены рисунки в Европе, в Западной Европе и в Восточной Европе тоже, принадлежащие неандертальцам. А здесь речь идет о том, что они изготавливали, значит, какие-то у нас в Сибири изготавливали какие-то изделия из камня, из хрусталя в данном случае, для красоты. И пользовались ими, значит, не для утилитарных каких-то целей. Да. Вот. А кроме того, эти исследования показывают то, что для изготовления, допустим, своих орудий они пользовались не лежащими под ногами, там, камушками, галькой, а они приносили специально, выбирали где-то там в долине, а потом приносили на место жительства и там обрабатывали. То есть у них не было какое-то там случайное... Не такие уж дикие люди. Не дооценивали. Ну, они вообще были не дикими, они, скорее всего, даже были смышленнее, чем наши непосредственные предки, кроманьонцы, по многим причинам. В том числе, потому что у них рацион в основном был животное происхождение. Вот. Но тут вопрос всегда стоит, а почему же они тогда вымерли? Ну, это долгий еще к разрешению вопрос, и мы пока этого не знаем. Об этом науке еще неизвестно. Да. Да. Что за морозостойкие коровы, да. Да, значит, с коровами такая ситуация. Существует много вариантов коров, которые проживают в разных условиях среды. И сравнивали ученые якутских исследовательских университетов, то есть институтов вместе с финнами и вместе с голландцами. Сравнивали те породы коров, которые проживают, соответственно, в разных условиях среды. И вот сравнивали геном, точнее транскриптом этих животных. И выяснили, что коровы, те, которые проживают в Сибири и вообще на севере в таких суровых условиях, у них есть генетическая предрасположенность уже к этим условиям среды выработалась. То есть они достаточно сильно отличаются от тех же самых голландских коров по выживаемости, по приспосабленности. Ну то есть известно, что у них там длиннее шерсть, у них там другие, другой тип обмена веществ и так далее. Но тем не менее, ну то есть возможно уже речь идет о том, что это не внутри видовое разнообразие, а это уже может идти к тому, что это разные виды будут даже животных в дальнейшем, в дальнейшем производстве. Их вы, они вывелись сами по себе, то есть это селекция, это изменения, которые происходили уже в среде обитания. Но вот смысл в том, что они уже начали генетически различаться, то есть это уже не одно и то же животное, по сути, что оно... То есть корова, не корова уже? Ну, это просто... Ну, это просто мясо другое, молоко. Ну, возможно, да. Про это речь не идет в этом исследовании, речь идет именно о том, что генетически они сильно различаются. Те коровы, которые живут в Европе и те, которые живут у нас в Сибири. То есть раньше об этом не догадывались? Раньше, ну то есть можно... Вот именно что догадывались можно... А, теперь доказательство обнаружено. А теперь точно есть. Давайте сделаем паузу и потом продолжим умничать, да? В связи с нашим научным популяризатором Павлом Хаснулиным. Да, и здесь. Продолжаем. Теперь переходим, да, к Льюису... К историческим каким-то... Да, значит... Людям, событиям. Французский медик-невролог и психиатр говорит нам Википедия. Ну, все верно. Значит, он родился 17 августа 1828 года. А, вот поэтому мы о нем говорим. Да, поэтому мы о нем говорим. Значит, он был вообще-то морфологом в первую очередь. И занимался исследованием нервной системы. Он заложил основы... Один из тех, кто заложил основы анатомии нервной системы, центральной нервной системы. И, соответственно, внес очень большой вклад в понимание того, что из себя представляет нервная система именно в анатомическом плане. То есть, как она структурирована. Значит, он в 1865 году опубликовал первый атлас собственного производства по центральной нервной системе, по структуре головного мозга, который был нарисован от руки. Ну, то есть, все виды головного мозга, все, значит, его всевозможные там изображения нарисованы были от руки. И это было объемное изображение, то есть, в 3D проекция. То есть, это была очень на тот момент крутая, будем так говорить, публикация. Вот. А в 73-м году он опубликовал уже фотографический атлас тоже головного мозга. Ну, дальше вообще центральной нервной системы, там и спинного мозга тоже. Тогда как раз появилась фотография и набирала, соответственно, интерес. То есть, человек внес огромный вклад... Его, кстати, правильно говорит Жан-Бернар Луи. Вот, он правильно произносится. Ну, неважно. В общем, человек внес огромный вклад за свою жизнь в исследование центральной нервной системы. И его фамилией назвали субталамическое ядро. Оно называется Луисово или Льюисово ядро. Вот. Тело, да? Да, тело или ядро. В общем, это... Он остался в памяти... Понятно. То есть, у нас в мозге есть Льюисово тело, чтобы вы знали. Есть. А завтра национальный день науки в Таиланде. Да. Науки... В Таиланде есть наука. В Таиланде, естественно, есть наука, как и во всех нормальных странах. Значит, 18 августа, да, празднуется национальный день науки в Таиланде. И тут интересная очень вещь. Эта дата образовалась в 1868 году, когда король Таиланда на тот момент Мангкут предсказал и было наблюдение солнечного затмения. То есть, король занимался наукой. Он сказал, что будет, и оно произошло. И он рассчитал, как астроном, астрономически он рассчитал солнечное затмение. Круто. Вот как вы, Павел, нам сейчас переводите на простой язык научных термин. Ну, примерно так. Значит, суть этого исследования, которое опубликовано в Biomed Central, это российскими учеными из... Томского политеха. Да, из Томского политеха. Ну, там совместная, опять же, работа. Значит, о том, что они разработали алгоритм, который поможет интерпретировать лабораторные данные для пациентов без вмешательства врача. Причем количество ошибок минимально. Там, по-моему, на тысячу, что-то в районе шести ошибок, что существенно лучше, чем интерпретация от специалистов, будем так говорить, живых. Типа исключает человеческий фактор и все такое. Да, 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 да. И это очень важный шаг, на самом деле, что касается... И самое главное, хорошо, что это наша отечественная разработка и наша сибирская разработка, кроме того. Значит, это поможет людям лучше и доступнее получать вот ту самую помощь первичную. То есть человек сходил, допустим, сдал анализы, потом с этими анализами... Ну, то есть, а что он делает? Он просто их складывает или интерпретирует сам там, пытается что-то найти с врачника. Естественно, это все неверные интерпретации. Ну, либо он идет к врачу. Идет к врачу, а врач занят там или что-нибудь еще. Да, да, да. И, в общем, это все искажается. А так, эти алгоритмы, когда они будут превращены уже в действующие программы, они помогут людям непосредственно вводить свои данные в эту программу. И программа будет уже выдавать рекомендации, ну, и, будем так говорить, хотя бы диагностические какие-то параметры вносить для понимания того, с чем действительно человеку придется встречаться. И это, самое главное, поможет врачам быстрее обслуживать, ну, так сказать, предоставлять помощь медицинскую. Ну, и обсеет тех, у кого все нормально, а они ради этого, чтобы это узнать, будут стоять там в очереди и так далее. Ну, здорово, круто, конечно. Скоро приложение, наверное, сделают. Не успеваем мы, наверное, еще одну тему затронуть сегодня. А, точно. Да, по времени просто. А тестостерон-то, а мужчины, а как же мы? Ну, в общем, давайте я коротко скажу. Значит, гипогонодизм, то есть недостаток половых гормонов у мужчин, приводит однозначно к ускорению старения, развития сердечно-сосудистых заболеваний, возникновению инсультов. Сейчас это доказано в опубликованной недавно работе. Смысл в том, что, опять же, мы обращаемся к критическому мышлению, что люди должны обращать внимание на свое физическое состояние, на свое питание, вообще образ жизни. Это поможет в том числе и нормализации половых гормонов, вообще гормональной системы, профилактика, соответственно, ожирения, сахарного диабета и так далее. Это все будет способствовать тому, что люди будут оставаться здоровыми и, соответственно, в частности, нормальное функционирование половой системы обеспечит избегание сердечно-сосудистых катастроф. Вот. Все понятно. Пятничная такая тема. Наш научный популяризатор Павел Хостулин. Спасибо. А всегда пожалуйста.